коллеги добрый день мы продолжаем работу на конференция dindex go up conference и прямо сейчас в нашей студии карен амбарян руководитель отдела рекламы обе карен здравствуйте здравствуйте давайте пойдем от общего к частному и наверное поделитесь какие главные задачи сейчас стоят перед брендами коммуникации производства или что-то другое ну смотрите как мы все отлично понимаем сейчас мы находимся такой высоко турбулентный до высоко волатильной среде да и конечно если мы говорим про бренды там про клиентов наши нам важно создать для них максимально комфортную обстановку и стать неким но я бы сказал островом стабильности для них то есть приходя если говорить например про нас да там и про наши магазины приходя в наши магазины они должны найти нужный им товар по доступной цене да там увидеть широту ассортимента получить качественный сервис да то есть должно быть то на что они могут рассчитывать и соответственно бренды за будь то ритейл или fmcg они должны давать это клиент сейчас текущий момент это самое важное и в принципе это в равной степени касается как и лояльных клиентов да так и в принципе клиентов ушедших брендов и ушедших компаний то есть взамен ушедших компаний мы должны как раз дать им то что они потеряли как вы сегодня перераспределяете свои рекламные бюджеты и какие каналы в приоритете ну на самом деле конечно на первый план выходит я бы сказал эффективные да и и гибкие каналы да то есть при выборе медиа каналов мы делаем упор на те каналы которые дают нам возможность оперативного быстрого старта дают возможность быстро изменить контент и рекламную коммуникацию в случае если опять же вот в текущих обстоятельствах нам приходится что-то менять в наших рекламных компаниях и сообщениях ну естественно не последнюю роль занимает ценовая эффективность да там будь то себе или си пяти взять конечно тоже очень важно так и про каналы что у вас там под эффективными подразумевает диджитальная цифровая наружка ну да в первую очередь естественно это там и диджитальная наружка не могу сказать что мы делаем там сто процентов упор именно на диджитал наружку безусловно для нас важен некий микс дома диджитал наружка позволяет нам решать действительно операционные тактические задачи намного лучше особенно вот сейчас карен скажите а не смотрите ли вы в сторону каналов которые раньше считались нишевыми ну например онлайн кинотеатры я понимаю о чем вы говорите да но тут есть тоже своя специфика да потому что мы все понимаем что помимо там не знаю там кризиса в медиа среде да есть еще история с там дефицитом качественного зарубежного контента например да это ограничивает в том числе потребление но тех же онлайн сервис мы все понимаем что как бы страдают многие в том числе и они поэтому для нас важно конечно в первую очередь понимать за что мы платим и что это нам дает в конечном итоге обе не развивает свое присутствие на youtube рутуб не развивает свой marketplace почему я имею ввиду как вот не выступает в роли ритейл медиа почему ну могу сказать что создание собственного контента да это достаточно дорогое удовольствие безусловно поэтому наверное если бы мы с вами обсуждали этот вопрос например год назад ну в принципе у нас там скажем в планах были некоторые движения в этом направлении вот сейчас конечно как я уже сказал ранее нам надо сконцентрироваться на чем-то быстром дающим результат здесь и сейчас да то есть выстраивание каких-то долгих долгой коммуникации долгих отношений да там создание некого да там пространство с контентом безусловно это интересно и должно быть у любого бренда до крупного но вот в текущих реалиях надо сосредоточиться на более эффективных вещах и например если говорить про там про ту же про тот же контент или про ту же там лояльную аудиторию более интересно обращаться к уже сформированным marketplace да или применять пользоваться услугами опинин лидеров например как изменится ваша коммуникация с аудиторией после новости о ребрендинге ну у нас сейчас да там каждый день что-то меняется каждую неделю да там будь то медиа потребление будь то просто даже потребление товаров и услуг и в этой ситуации компании столкнулись просто с огромными ограничениями с точки зрения какого-то долгосрочного планирования то есть резон планирования у всех сейчас очень небольшой поэтому безусловно компании обе сейчас рассматривают разные сценарии развития вот но пока там о каких-то какой-то стратегии изменений стратегии или тактики говорить наверное рано ждать ли нам каких-то может быть новых рекламных компаний креативов от вашего бренда особенно в преддверии нового года ну у нас сейчас для нас горячая пара да потому что бренд обе и наши магазины известны отличным новогодним ассортиментом и сейчас в том числе заводим большое количество позиций как раз новогодних старту зимы вот и конечно мы расскажем об этом нашим клиентам никаких инсайтов сегодня на нашем интервью хорошо мы будем ждать карен вы на конференции выступаете спикером в секции по наружке по наружной рекламе поэтому давайте более подробно поговорим именно про этот канал коммуникации цифровая наружка особенно с ее наверное возможностью оперативно в моменте менять рекламные креативы сегодня выступает одним из главных каналов коммуникации для многих брендов чем еще привлекателен out of home для брат для брендов для вас лично ну на самом деле если мы посмотрим да то наверное рынок наружной рекламы чувствует себя но намного лучше если мы особенно сравниваемся с например с концом первого полугодия этого года да там когда всем было тяжело и наружной рекламе тоже все убирали рекламные бюджеты и сейчас действительно рынок наружной рекламы в значительной мере восстановился и на самом деле это неудивительно как я упоминал ранее есть сложности и в принципе в рамках конференции это обозначалось да есть сложности с емкостью инвентаря в интернете да с уходом всем известных привычных социальных сетей площадок да плюс ко всему то о чем я упоминал ранее это некий новостной фон и отсутствие значительной части западного контента это соответственно ограничивает нас и на первом плане естественным образом выходит наружная реклама вы миксуете digital наружку и статику правильно понимаю да смотрите еще долгое время сейчас до сих пор идут споры по поводу анализа эффективности рекламных компаний в наружке потому что далеко не все рекламодатели готовы инвестировать в этот канал просто не понимая как достоверно считается эффективность вот на ваш взгляд каких еще инструментов можно для прозрачности для привлечения рекламодателей не хватает наружной рекламе ну действительно у нас сейчас за последние годы да там многие рекламодатели избаловались различными интернет инструментами да и digital инструмент это которые позволяют ну прям вот сквозную аналитику получить да там от момента контакта фактически до покупки в том же иконе поэтому конечно мы видим и ценим то что рынок наружной рекламы старается тоже не отставать и придумывать различные инструменты да как это можно сделать я думаю что это правильное направление надо как-то продолжать двигаться в этом вот на этом пути искать какие-то варианты каким образом можно аккумулировать весь поток вот этой информации биг дату в рамках контакта снаружи на рекламы и как ее довести до до конечной точки до покупки да вот каким образом можно максимально прозрачно простроить эту историю это будет сложно наверное тут будет некий элемент экспертизы и оценки но любые цифры помогут обосновать эффективность поняла вас вступил с 1 сентября в силу закона маркировки интернет рекламы который до сих пор беспокоит рынок на вас как на рекламодателя какие это наложило ограничения может быть или дополнительные действия как в целом отразилось на вашей работе ну конечно это отразилось да там достаточно серьезно на всех игроках мы в первую очередь не знаю к счастью к сожалению это в большей степени все-таки касается владельцев инвентаря и рекламное агентство поэтому конечно к сожалению это все больше степени упала на их плечи работа с маркировкой как уже сегодня упоминалось да там не везде к сожалению история с маркировкой прозрачная да там то есть где-то отсутствует там четкий регламент и каким образом точно должна маркироваться эта реклама да там что там должно быть написано насколько детально потому что там даже потом случае с наружной рекламы мы отлично знаем примеры когда там legal текст на макете занимает половину макета поэтому конечно хотелось бы этого избежать как минимизировать перегруженность коммуникации как каким-то образом это снизить но я думаю что просто потребуется еще какое-то время не знаю там может быть несколько месяцев для того чтобы рынок как-то утряс и мы поняли выработали формат адаптировался играть по новым правилам карен формула успешного бренда это продолжите это забота о клиенте и понимание его кареном барян руководитель отдела рекламы обе карен благодарю вас за интервью спасибо большое